так нахожусь на берегу нижнего пруда или замково пруда как он и немцы назывался вот возле памятника маринеска вот памятник маринеска я сейчас его по деталях засниму потом отойду подальше общий вид герой советского союза кстати присутствовал я георгиевском зале когда министр обороны явно тогдашний маршал советского союза объявлял указ горбачева о присвоении ему маринеска звание героя советского союза сам горбачев не пришел почему-то ну мутный товарищ старик горбачев вот это кто не знает кто такой маринеска я рассказывать не буду вот здесь вот можно получить общую информацию в интернете посмотреть так здесь у нас какие-то надписи есть на ф мороз 2003 год вот как раз против солнца с 13 подводная лодка сейчас я отойду подальше предыдущий мой ролик я начинал от улицы черняковского шел вдоль нижнего пруда я покажу то место где я шел вот в этом ролике так что начало этого ролика или этого не ролика сюжета про нижний пруд находится на предыдущем ролике вот памятник паренешка как он выглядит там хрущевка еще девятиэтажка советская вот а тут уже музей краеведческий раньше здесь стоял театр у немца но там стоял только коробка он разрушенный бог полностью вот а я иду на мостик по которому я сюда специально подошел чтобы снять поскольку на один ролик у меня нижний пруд не получается я задерживаюсь хожу так и не бегу вот ту часть вот этот берег с левой стороны я весь заснял от самой улицы черняковского вот она туда вот там его труба торчит справа так незаметно он там где-то и купол ресторана вместе с каким-то гостиничным комплекс это запущенное здание она выходит на берег верхнего озера но вот из верхнего озера идет такой небольшой ручеек в нижнее озеро она ниже уровнем его и тут тоже еще каскад есть определенный но все это дальше в конце концов впадает в прегель вот по правой стороне я еще не ходил но это надо приходить другое время дня чтобы солнце не мешало снимать вот там вот лебеди той заводе там их сейчас не видно два лебедя было на этой стороне я снимал уточки лысухи но они не уточки как мне объяснили вот здесь мост мягкое покрытие такое как вот как на детских площадках сейчас устанавливать я не знаю правда насколько но долговременно благовечно вот театру посередине но тут вот такой замочек построили он так слегка похоже на тот дом который стоял здесь при немцах то есть было были учтены фотографии еще немецкий кристалл хаус долго еду гостиницу строили иначе частично отснял о предыдущем ролике ну частично потому что я шел по набережной вдоль берега там еще наверх который есть такая небольшая узкая полосочка наши граждане прогуливаются вот еще раз я пройдусь я в конце предыдущего ролика снял этот памятный эскадрильи нормандии нема вот эскадрилья вот надпись и еще раз покажу боевой путь нормандии нема до формировались они в иваново сорок втором году орел 40 ну когда уже там наступил у нас переломный момент тогда французы решили тоже нам помочь ну ладно это пускай это останется на их совесть что их так мало было а эти ручки молодцы я не против этих ручек наоборот я за франция была в это время успешно оккупирована немцами и там продолжала играть шансон и пить оператив с этими с лягушками и всякими остальными слизняками ладно если я не об этом снимаю я снимаю нижний пруд вот через вот мостик я перешел там еще один мостик есть да здесь конечно хорошо все сделали так так было просто запущено 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 все было вот на этот дом сделали похожий на тот дом который стоял у немцев я сравнивал фотографии на но есть сходство определенная но не так конечно но как образ примерно сохранен этот театр бывший немецкий 10 областной художественно-исторический музей ну можно шкать краеведческий на как раньше называли эти музеи вот кристалл хаос 5 звездочек ну вот тут вот самое широкое место озеро наверно то там чуть-чуть подворачивает влево вот там вот дойдет с колоннами с флагом россии справа справа от этого здания это здание в г ртк российской телерадио компании христалл хаос вот так смотрится отсюда солидно да и там дома по улице клинической новостройки там еще идет улица фрунзе ну сейчас я вот иду на самую широкая часть 2 интересных интересные объекты все находится на этой стороне все таки вот на той которую я снимаю вот такие тут просторы так здесь сюда еще не достроили или наоборот что-то разрушается фундамент это странный да тут уже улица сергеева сходится с улицей пролетарская и уже идет улица пролетарская так я по верху не пойду туда подъем на улицу пролетарская мы здесь заворачиваем суда вот туда пены этой ветром набила нанесло лесопеды мужа ну вообще я думал что у меня на одном ролике смогу заснять все озеро по одному берегу только пройдись но вот получилось что совсем даже нету вера надо ну как минимум минут сорок это очень бегом бежать лучше было так пройти вот я не бегу а еще так за заглядываю там куда-то разные места поэтому у меня не получается все за один приселся снять мы посмотрим сейчас я дайду сколько-то еще сколько-то минут это займет у меня может минут 15-20 вот отсюда пейзар теперь черемуха цветает вот еще один мост тут два моста таких мощных еще маленькие мостики в той в той части цель за 10 рублей можно пинок посмотреть все за немецкому там тоже территория была пустая театра которые сейчас сделали музеем шныряли тут в окрестностях замка развалин замка остатков замка сейчас все дело тоже все замуровали остался замка один подвал вон там фонтан какой бьется рядом с выиграть и к у нас больше всего пустырей было в центральном районе в калининграде где-то 50 60-е годы я лично я застал 60-е годы да тут была такая мертвая такая территория там с несколькими остовыми зданий часть этих зданий осталось а часть несли все-таки почему-то не стали их оставлять ремонтировать вот но так вот этот пустынность в том районе где кенигсберг это был исторический центр кенигсберга в общем он заметен такие вот эти большие пустые пространство хотя кенигсберге все это там было очень тщательно застроено вот исторический центр где вот дом советов стоит с правой стороны как раз находится постов замка даже не остону подвал основание я еще помню когда и замок когда стоят стояли руины этого замка он там впереди машина есть это улица шевченко она маленькая в общем-то она входит пенинского проспекта в районе гостиницы калининград там собственно на ней можно сказать один дом только находится длинный такой где-то жилой и внизу там у них магазинчики вот и всего остальная часть у него просто улица идет доходит она до улицы проза ну там улица фунза начинается за верт и к там еще улица зарайская идет вправо вот эти вот дома за деревьями это улица улица зарайская ну а там уже долина реки прегель за вот этим московский проспект идет за вот этим новым советом несостоявшимся по нему тон-то баталии то начинается что с ним делать то затихаются и уже люди уже на руку некоторые давайте снесем построим замок давайте снесем сделаем администрация власти давайте мы его купим туда всех переселим с администрации на улице дмитрия зонского потом значит решает а кто это дело будет сносить может тут сносить этот дом наверное дороже чем некоторый дом построить в общем а там еще парковая зона такая находится с левой стороны вот там где деревья торчат слева с таким тоже с каскадом таким не спускающийся вниз там фонтан уже хотели сделать бассейны за вот я там лазил в этих зарослях так интересно такая зона как в сталкер посмотрел заснял есть где дороги вот подхожу я очень таскать уже концу своего маршрута у меня 12 минут заняла за что у нас снял у меня 17 минут он говорил дополнительно 30 минутам там почти еще 17 минут 40 50 минут надо чтобы заснять более-менее только одну пройти по одной стороне так неспешно не голову вот тут ярмарка премесленников сейчас засниму у нас интересные штучки надо делать какие шикарные а какое-то дерево это ясень а здесь вот немножко дуба видно хорошее дерево по структуре видно плотное дерево хорошее дерево изделие из кожи здесь 10 украшений за я не особенно интересуюсь чисто по-мужски какие из меди украшения горшочки отставочки вот так как бы из коры наверно красотики покупаем покупаем не проходим мимо народу не очень много люди еще стараются делать элементы сладкой жизни они мне очень как нравятся такие штучки да я с уважением отношусь вот ярмарка ремесленников вот и к нам приедет гаррик сукачев а где его бригада с не следил куда она делась с сейчас сниму озеро еще общий вид с улицы вот это вот улица пролетарской машины по ней поехали а вот это вот идет улица шевченко дом советов а вот там за машинами фундамент замка королевского вот тут сделали такую широкую людей не хватает только гулять вот арома озер ну а и вот а вот улица зарайский дом там загс находится с левой стороны а вот там за обрывом как говорят о московский проспект он такой длиннющий находит к окружной молодцы сделали вот два ролика я прошелся вдоль нижнего но много чего сделали теперь надо хоть собраться по другой стороне пройти но это надо быстро в другое время дня когда солнце вот так в общем с утра в первой половине дня приходится два часов в десять вот 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 вот